Вот есть такая известная журналист, психолог Алла Боголепова. И вот то, что она пишет, она точно отражает мнение очень многих людей. Вот я хотел бы, чтобы вы послушали то, что она пишет в своем блоге и вообще в своей статье. Нет сил. Нет сил. Понимаете, просто нет сил. Я вижу это в глазах окружающих, потому что только глаза мы теперь и видим, лица закрыты масками. Я вижу это в зеркале, бесконечную, безнадежную, страшную усталость. Такие лица бывают у глубоких стариков, в чьей жизни не осталось ничего, за что они могли бы держаться. Отчего же мы так устали? Живем в полноги, сбросив скорость до минимума. Гонка за карьерой, деньгами, впечатлениями закончилась. Бессилие – ощущение полной безнадеги. В мире больше нет завтра. Завтра вызывает только страх. Вирус бессилия, и его победное шествие только начинается. С ним, конечно, можно бороться, но только нет сил. Ну, понимаете, просто нет сил. Вот это настроение мира практически. Вот с этим можно жить. Маска, она затыкает рот. Это как кляп. Какая маска? Маска на лице. Она как кляп во рту. Это очень многое значит. Это психологически просто заткнись. То есть как бы закрытый рот – это психологически как бы заткнись? Да. Да. Молчи. Мы ведь все-таки смотрим в рот человеку. Сговариваем. Да? Да, да. Мы видим сегодня, что нас лишили очень серьезного аппарата общения. Это не просто дышать через маску. Это говорить через маску. Это, в общем, очень тяжелое состояние. То есть это не только против вируса. Не только скрывает половину лица. Это закрывает вообще людей друг от друга. И то, что раньше как-то они общались. Ну, было привычно общаться нормально. Не важно, что они там говорили друг другу и на каком уровне было общение. Но сегодня этого тоже нет. Люди вырываются на какие-то демонстрации, срывают маски. Это все равно, как, знаешь, лезут на баррикады. И готовы перебаливать этим вирусом. Только не быть в таком вот состоянии, когда на тебя одевают маску. Это практически железная маска. Это то, что осуждали в свое время. Да, да, да. Это закрывает тебя. Что с этого будет, я думаю, что это нас приближает к другому виду общения. Оно не будет общением невербальным. Оно будет таким же. Но оно будет намного более явственным, чувственным, истинным, чем было раньше. То есть треп прекратиться. Мы будем больше времени, больше внимания, больше чувств уделять словам. То, что мы говорим другим и то, что другие говорят нам. Мы захотим в это вложить немножко больше своего сердца. И тогда мы почувствуем, что вообще на самом деле этот вирус, эта маска, они поднимают нас на уровень совершенно иного общения. Чувственного, более открытого, сердечного. Я надеюсь, что так будет. Это очень интересный вывод. То есть вы считаете, что нам сейчас как бы наш треп закрыли, да, наше пустословие, да? Да. Для того, чтобы мы переварили это все и начали выдавать настоящие слова. Да. Какими будут настоящие слова эти? Ну, более взвешенными, более сердечными, более важными. Мы отучимся много говорить, как мы все это время делали, последние десятилетия, это вообще был сложной шум. Вода, вода одна. Да, причем грязный шум, такая мутная вода, если уж вода. Да. И мы начнем говорить нужные, важные слова. Я так думаю, мне так кажется, хотел бы в это верить, что люди будут уделять больше времени внутреннему общению. То есть передавать словами то, что надо передать на самом деле от человека к человеку. Больше расположения, большую связь. Вирус нас должен многому научить. Может, мы о настоящей любви начнем говорить так вот? Не просто, как мы говорили, любовь, любовь, это так все были слова такие. Нет, но это, я думаю, что еще не время, потому что мы же должны все это внутри себя осознать. Мы должны пройти очень много состояний, раскрытия правды, истины в нас, чего мы желаем от себя, от других, чтобы мы хотели видеть вообще в людях, в нашей жизни, в человечестве. То есть это мы как бы поставили такое препятствие, которое заставило нас потихонечку... Смотреть внутрь. Внутрь глаза, да, обратить? Да. И что мы там увидим? Мы увидим, что мы внутри себя порочные, эгоистичные, вообще жуткие существа. И мы, если захотим исправиться, мы вдруг обнаружим, что вирус уходит. Мы можем говорить. Вот как только обнаружить, что вирус уходит в зависимости от того, что мы желаем говорить на добрые темы. Вот это красиво. Это хорошо. И приходит, когда мы говорим вдруг на... Ну... Возвращаемся к той помойке. Да. К пустым словам. Настолько, чтобы он нас обучал. Вот интересно, вот такое танго может быть с вирусом? Может? Или нет таких прямых, не будет таких вот прямых сравнений? Хотелось бы. Хотелось бы. Хотелось бы. Я думаю, что это может быть, конечно, но все зависит от наших состояний, от нашей чувствительности. То есть вы считаете, что вот это вот, что сейчас нет сил, это нет сил уже говорить вот эту пустоту, нет сил вот просто так жить, да, без цели, нет сил. Вот это нет. А цель какая возникнет? Вот она здесь пишет, что от цели нет, мотивации нет жить. Есть мотивация, чтобы сближаться, чтобы начинать чувствовать эффективность жизни не в противоположностях, не в соревновательностях, не в том, чтобы влавствовать, подниматься, давить других, а в том, чтобы сделать что-то для других, ради других, с другими вместе, что-то создать, построить, чтобы возникало что-то между нами, между нами, что-то новое вот такое. Вот тогда появится энергия и появится блеск в глазах, появится новый вид общения, который будет исходить из связи между нами. Тогда изменится весь этот мир соревновательный. Конечно. Все спортивные мероприятия, первые места, Нобелевские премии, Оскары, Грэмми, все, что хотите, все. Никто не будет получать. То есть... Все отвернутся от всего от этого. То есть я не захочу получать эту медаль за первый мир. Нет, 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 ничего не будет. Люди будут думать о том, как создать между собой связь и построить между нами такую тесную сеть общения. Это совсем другой мир. Да, это еще. Продолжение следует...